МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут о хороших новостях и не очень. Достаем тазики и кипятильники. В Барнауле опять отключили горячую воду. Коммунальщики выселяют в Барнаульскую школу спорта. Как сегодня нам сказали из комитета, вы можете искать сами помещение, какое вам в этом районе удобно будет. Куда теперь пойдут 400 воспитанников? Бронзо-бриллиантовой лиги Сергей Шибенков приходит в форму после тяжелой травмы. В Барнауле снова отключают горячую воду. Без нее останутся более 4,5 тысяч барнаульцев. Режим ограничат из-за капремонта центральных тепловых пунктов и реконструкции теплосетей. Город готовят к зиме. С этого дня под отключение попадают многоквартирные дома и один детский сад по улицам Чудненко и Беляева. Горячей воды там не будет неделю. А в 11 жилых домах, детском саду и в административном здании по улицам Малахова, Исакова и Юрина отключение произойдет завтра и продлится меньше суток. Свои условия коммунальщики диктуют и для одной из спортшкол города. Ее просят съехать из подвала многоэтажного дома. Судя по предписанию теплогенерирующей компании, воспитанникам там опасно находиться. Труба с горячей водой изношена. Через подвальное помещение, в котором расположена спортшкола, протянута тепловая магистраль. По правилам, такие трубы под большим давлением должны находиться под землей. Но эта труба стоит под домом около 20 лет и никто ее не демонтирует. Все эти годы в подвале работает бесплатная спортивная школа для детей из малообеспеченных семей. Ее посещает почти 400 воспитанников. За последние полтора года в ремонт и оснащение школы вложили более полутора миллионов рублей. Сейчас воспитанникам предлагают переехать на другой адрес, но родители против. Нужно вкладывать деньги, потому что помещение непригодно для проведения тренировок. Там ничего не сделано. Либо, как сегодня нам сказали из комитета, вы можете искать сами помещение, какое вам в этом районе удобно будет. Как таковых здесь помещений нет, потому что все занято. Почему тепломагистраль не демонтируют и зачем вкладывали деньги в помещение, в котором заведомо опасно находиться, расскажем в вечернем выпуске. А пока к другой теме. Центробанк выпустил монеты с портретом Михаила Калашникова. Конструктор самого известного автомата в мире теперь изображен на серебряной двухрублевой монете. Общий тираж 3000 монет. Серия посвящена столетию Калашникова, которую отметят 10 ноября на малой родине оружейников в селе Полковниково. В Банке России отметили, что выпущенные монеты являются законным средством платежа на территории всей страны. Первые монеты на днях уже вошли в оборот. И, кстати, в интернете уже появились перекупщики, которые предлагают приобрести двухрублевую монету Калашникова за 4-5 тысяч рублей. Жители края выбрали нового депутата регионального парламента по второму избирательному округу. Это Ключевский, Михайловский, Кулундинский и Табунский районы. Люди отдали голос Владимиру Репкину, директору Ключевского лицея. Новый народный представитель рассказал, что собирается защищать интересы врачей, направит силы на создание рабочих мест и решение проблем с вывозом бытовых отходов. Они есть. Также Владимир Репкин отметил, что нужно обратить внимание на его сферу образования и подготовку квалифицированных кадров для села. А в связи с тем, что все четыре района округа сельскохозяйственные, депутат обещает решать и аграрные проблемы. Необходимо установить хотя бы нижний уровень цены на сельскохозяйственную продукцию. Даже некоторые фермеры, руководители сельхозпредприятий говорили, что нам кажется, что имеет место быть ценовой сговор элеваторов. Должны быть отдельные льготы. Они есть, они действуют. Но мне хотелось бы, чтобы еще больше увеличены были вот субсидии для поддержки фермеров. Еще одним крупным событием выходные стал день рождения Барнаула. Праздник вошел во всех районах города. Например, в Ленинском территориально-общественное управление «Народное» совместно с жителями организовало торжественное мероприятие. А танцоры, ведущие, певцы – это все соседи. Если праздник жителей Ленинского района всегда готовы, целую площадь «Народную» отвели специально под такие традиционные гуляния. В Ленинском районе так заведено, что депутация совместно с ТОСами проводит такие мероприятия. Так что мероприятия пройдут очень хорошие. Город, в принципе, готов. Сегодня я был в центре города, я просто его не узнал. Все красиво, все разрисовано, проезжая часть все отремонтированы, все это сделано. Анатолий Суворов выступает соорганизатором праздника вместе с ТОСом седьмой год подряд. А традиции проводить такие мероприятия здесь уже около 20 лет. Жители сами выступают, устраивают конкурсы и дарят детям подарки. В этот раз особо повезло с погодой, так что все отдохнули, что называется от души, уже продумывают концертные номера на следующий год. Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком. Становится традицией. Сотрудники Барнаульского водоканала очистили от мусора берег Аби. Сботник провели в рамках акции «Вода России». Ее участники очищают водоемы по всей стране. Продолжит мой коллега Андрей Дреер. Ни для кого не секрет, барнаульцы, отдохнув на берегах местных рек, часто мусор не вывозят. Оставляют прямо здесь, на берегу. А потом активисты эти горы собирают. Сотрудники барнаульского предприятия «Субботник» проводят уже во второй раз. Нынче на берегу Аби в прошлом году также чистили Барнаулку. Делаем это мы с большим удовольствием. Это не часть нашей работы, которую мы должны делать вот по долгу службы, что называется. Это то, что мы делаем, потому что считаем, что вообще наша компания – это не столько про оказание услуг по водоснабжению, сколько это экология и здоровье. Кстати, акцию приурочили ко дню города и столетию открытия первого барнаульского водопровода. Весь собранный мусор предприятие по традиции отвезет на полигон. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Сергей Шибенков готовится к соревнованиям в Минске. Матчевая встреча между сборными Европы и США по легкой атлетике состоится уже завтра. Наш земляк выступает за Европу. А в конце прошлой недели алтайский спортсмен взял бронзу в финале состязания бриллиантовой лиги в Брюсселе. На дистанции 110 метров он взял бронзу. Перед этим Шибенков стал третьим на турнире серии «Мировой вызов» в Загребе. Такой результат – итог перенесенных травм. Несмотря на это у Шибенкова наполеоновские планы, рассказал нам его тренер Сергей Клевцов. Главная цель спортсмена – чемпионат мира в Дохе в конце сентября. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компании «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!